Нежная и воздушная. Она должна делать процесс бритья комфортным, поэтому всё внимание на смягчающий компонент в составе. В этом качестве выступает минеральное масло. Берегитесь, оно является нефтепродуктом и создаёт на коже плотную плёнку. Под поверхностью этой плёнки формируется так называемый парниковый эффект, где скапливаются выделения сальных и потовых желез и размножается микрофлора, а именно болезнетворные бактерии и грибки. Но это ещё не самое страшное. Когда новые волоски начинают расти, эта плёнка не позволяет им выпрямиться. Они загибаются, прорастают в кожу и вызывают нагноение, избавиться от которого можно подчас только хирургическим путём. Гораздо безопаснее, если в роли смягчающего компонента выступают гидрогенизированные растительные масла, такие как оливковое, касторовое или кукурузное, а также глицерин. Следующие важные компоненты в составе противовоспалительные. Хорошо, если это будут растительные экстракты розмарина, ромашки или бисоболол, а также пантенол. Они создают вокруг волосяного фолликула так называемый микропластырь с отверстиями. В результате кожа дышит и восстанавливается. А вот консерванты, к примеру, парабены, напротив, могут повлиять на кожу дурно. Их действие сравнимо с мини-ожогом. Поэтому в хорошем средстве их должно быть мало. Если на этикетке перечислено два или три разнообразных парабены, например, этил, метил парабены, то такое средство лучше не использовать. Итак, подведем итог. В составе идеальной пены для бритья должны числиться на первом месте вода, на втором смягчающие растительные гидрогенизированные масла, на третьем противовоспалительные экстракты и пантенол. И в самом конце может быть указан один парабен. Но в идеале средство должно быть освобождено от консервантов полностью. С такой пеной, будьте уверены, надежное и гладкое бритье вам гарантировано.